тарковчанам серьезный привет значит решил сделать для вас небольшой видосик на тему лутания меченой комнаты на карте таможне в 2024 году основные цели выяснить насколько это прибыльно насколько это безопасно насколько это целесообразно вообще стоит ли этим заниматься насколько там много pvp реально ли выжить в общем вот все эти моменты как прийти в общагу как эту меченую комнату залутать насколько это просто все дается и главное если смысл вообще туда падают какие-то деньги вообще серьезно что ключ ключ на момент записи а это 8 число февраля значит три с половиной миллиона друзья три с половиной ключик стоит так что вдруг кто-то из вас решит что там лут просто ну прям вот сахар валяется жир блять текет по стенам я пытался с этим точно сделать и того открыли мечен кон мог мп7 гюрза и вепер ну что неплохо неплохо в первый раз я пришел вообще никаких проблем не было никак никаких сопротивлений именно в общаге буду говорить чисто по общаге весь остальной рейд этого видео не касается все а вот во второй раз вот во второй раз я пришел а там уже суслики дежурят шарите в суслики дежурить пришлось чуть-чуть повозиться одного суслика я застрелил слава богу он был не очень серьезный а второй вообще вылетел шарите поэтому пвп такое было актерское актерское пвп поэтому меченку опять звучал в котором это же дверь открыта вон 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 сука все происходит чат шедевр так попугай оцениваем доходы h12 в количестве двух штук какой-то обрубок двл к 80 тысяч стоит у лыжника я не знаю мне нужно быть довольным или сейчас пока рано или это в принципе в принципе норм как это оценивать в ска но я не думаю что дорого бряша на 4 слота давай металлолом а тут наберем а чем в третий раз в третий там когда уже к общаге подходил сразу было слышно что кто-то всех раскидывает с дробовика не помню женку этаж вошел видосы тоже не вставил чтобы хронометраж не растягивать ну короче услышал что чел откуда-то куда-то дропнулся вот и мне пришлось его искать и я в итоге засахарился на лестнице и он начал со мной в микрофон базарить я когда люди начинают что-то говорить чаще всего расцениваю хру сразу от панторезов потому что мы хотят там оскорбить что вкинуть возможно на каких-то на эмоциях чтобы я выбежал там на ошибки поймать меня и так далее чаще всего не разговариваю но сейчас микрофона не было поэтому выяснить что он хотел не удалось в итоге мы там начали пикаться и чувак что-то захрапел короче слышь меня он походу на втором дробашист насколько он для меня опасен да вяжется вот здесь слышите а братик ты меня слышишь ой бля и умер так ну давай чё тут у нас опять этот обрубок пистолета два лучших в игре мк-47 мк-47 хоть взять не стыдно и тащить не впадло ну и все я короче этого чела убил получается да убил у меня там донат какие-то треки там что-то играет я там по второму этажу хожу тушу свою таскаю там медленно шкафы эти открываю сейфы собираю копейки и только заканчивается прям донат я начинаю слышать звук и понимаешь что у меня еще два чела пришло это оказалось два дробашиста доходы падают милорд у меня люди вагон вагон так у меня на этаже и надо мной это дробашист еще патронов мало так оцениваем уровень доходности какая-то игрушка приколюшка не знаю 1050 часы 1040 rsh 12 бог его знает и 60 msx тоже не знаю mp9 тоже вопрос сколько это стоит м1а ну неплохо кстати 1050 60 ну что такое да вообще она какая-то нищая стала на четвертом заходе началась какая-то дискотека века просто дошел до общаги все спокойно зовут а эту меченку все сижу по карманам распихиваю луту лестнице вдруг слышу там по кустам что-то шиши шиши кто-то бежит что-то происходит и в итоге короче подо мной прям я сижу на третьем на лестнице практически подо мной прям начинает кто-то стрелять кто-то начинает стонать я начинаю эту тему вписываться короче ну и начинается вот возня где уже был один я и один еще какой-то чел и пати из трех чуваков шарите блин на втором На втором этаже. На втором этаже. На втором этаже. Я решил, короче, пока лутать чувака, который на лестнице. Сидел, его спокойно лутал. И услышал, как чувак то ли инвентарь открыл, то ли повернулся, то ли что-то пушку вскинул. Ну, короче, какой-то минимальный какой-то звук по правой стороне. Я понял, что на той же стороне, где и я. Ну, и я понял, что кто-то еще сидит. И надо его взорвать в идеале. У меня была граната, я его плохо бросил. Потому что чувак, как оказалось, сидел там в самом углу окон. Вот. И, ну, пришлось рашить. Пришлось рашить, чтобы ситуацию разрешить как-то в итоге. Слышу, еще жив кто-то 100%. Слышу, еще жив кто-то 100%. Бэй, как он не взорвался. Услышал с той самой стороны. Бля, ну на ловца и зверь бежит, чат. Так, давай расследование, расследование. Как они сдохли? А, ну все, все, вот, картина маслом. Все же видно. Значит, вот этот чувак, вот этот чувак кидает гранаты. Он так достает, вот здесь он так стоит. И вот так кидает гранаты, понял? Вот. А вот этот чел, он просто сидит всегда на готове с автоматом. А вон тот сидит далеко в углу. Одно действующее лицо. Оно кидает гранаты, одно шевелится. Потом получается моя первая граната. Она неудачна, она куда-то вот... Она вот сюда падает. Никого не впечатляет, не убивает. Все, этот чувак ловит лютый трип с этой темы. Дает еще одну гранату. И я в моменте, когда граната вот эта была брошена, занимая более открытую позицию, их даю вот так от стенки, гранату уже сюда прокидывая. Она падает вот сюда, напротив двух дверей ровно. Сидит один толик, и второй толик понимает. Второй толик, он вот так смотрит, а граната смотрит на него. И он вот так свою тушу разворачивает, вот так. И начинает бежать, блядь. И она уже, ну это ВОК-25, она уже въебывает, и все. А того убило просто осколками, потому что недалеко был. А тот вот долбоеб... Ну, тот вот человек выжил, потому что просто был далеко. Плюс кровати, нахуй. Плюс все, ну и все, короче, понимаешь. Вот так все и было, блядь. А, в следующем заходе опять не обошлось без негатива, так сказать. Пришлось опять что-то поделать, чтобы залутать эту меченку. Я по дефолту поднялся сразу, потому что звуков никаких лишних не было. Сразу поднялся на третий этаж, занял туалеты. И буквально подставив одну секунду, слышу, ну кто-то ходит, кто-то ходит. Потом я слышал, как распечатают гранату. Попытался префнуть, не пошло. Ну и закрутилась кутерьма. Последнего чувака пришлось убивать уже методом чисто крысином. Потому что, ну а что делать? Я был сильно ранен. Ну, в общем, пришлось чуть-чуть повозиться, для того, чтобы залутать этот копеечный лут. Хватилет. Продолжение следует... 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 Вот падла Так, последний дробашист Справа где-то 239 А, ну тогда, блядь, это не так Жёстко Так, оцениваем МП-7 МК-17, АУК Попугаич На стуле, на дальнем Нихуя нет Игрушка новейшая Так, ну в заключении Чё хотелось бы сказать Не верьте никому, конечно Вот эти переговоры Это прям Ну казино Бывает, что чуваки Всё говорят вот как есть Я новичок Я не могу Там, не трожь Бывает, что вот Чувак Говорит, давай меня раш У меня дробовик Типа Я тут бедный Несчастный А там просто Чувак у него Друг там в пятом классе Лежит В конце коридора С пулемётом Ещё один сидит За углом Где кухня И он сам вот в упоре Бедный Несчастный Стоит со мной Разговаривает Ну то есть Видос в принципе Отражает Уровень усилий За уровень дохода Который удается Получить С этой мечной комнаты На общагах Умер не меньше Двух раз Точно не помню Два раза Прям точно Помню Это ваншоты В лицо Вот В принципе На общагах Удавалось выживать Иногда там никого не было Ну вы видели В принципе Я всё Показывал Как эти Заходы Проходили Один раз Я умер Вне общаг То есть Я не донёс По сути Ключницу За 800 тысяч То есть Полмиллиона Я потерял Её стоимости Вот Ну как фарм Это сложно Расценивать На самом деле Потому что 3,5 миллиона Стоит ключ И ну Где-то Столько же Я мне кажется Примерно Вытащил бы Если бы Весь этот металл Собирал Всё время То есть За счёт Там этих Дорогих вещей Игрушек Всяких Этих Жетонец Ну типа Вот где-то Стоимость ключа Отбил Наверное Вот Ну а вы уже Там сами Решайте На этом всё Спасибо всем За просмотр Подписывайтесь Там Не болейте До новых встреч Субтитры Спасибо за субтитры